Есть степень двойки. Есть степень двойки. Вот один, два, четыре, восемь, шестнадцать и так далее. Вопрос. А существует ли степень двойки, начинающаяся с числа 7? То есть, в которой в десятичной записи зависит от 7 и что-то там. Вот как вы думаете? Существует такая степень двойки, которая начинается с 7. Ну, давайте узнаем на интуицию. Вот кто думает, что нет? То есть, все думают, что да. Это же подозрительно 7 и степень двойки. Ну, как? Какие вот внутренние ваши соображения? Потому что бывает степень двойки, заканчивающаяся на 7? Нет. Сразу несколько замотал. Ну, благо мы дядя не будем. Все хорошо, такого не бывает. Хорошо? А вот начинающиеся на 7, это же не то же самое, что заканчиваем. Да. Ну, вот непонятно, да? Может быть и так, кто их знает? А мы же там в первые несколько только знаем. Кто знает, есть или нет? Другой вопрос. А вот степень двойки начинающаяся с 3. Бывает? А если бывает, то каких степеней двоек больше? Тех, которые начинаются с семерки? Или тех, которые начинаются с 3? Ну, это вообще безумный вопрос. Потому что… Ну, он знает, что безумные совершенно непонятны. А вдруг их окажется и тех, и другие, и бесконечно много? Да. Ну, как понять, что одних больше? Ну, как меньше, что? Ну, мы с вами, давайте не будем сразу так сказать, все один скоб попытаться решать. А мы попробуем осознать опять. Существует степень, то значит, что степень двойки начинается с какой-то цифры А. Вот что? Значит, А это ну не уливая цифра. Да, один, два, это один. Что означает, что в фестичной записи это так? Значит, что степень двойки лежит между А на 10 в какой-то степени К. То есть А и 0,0,0,0. Поним? Как выглядят все числа, которые начинаются с А. Вот у них первая цифра А. А дальше что? Ну, что хочешь. Так? Значит, если двойки в степне начинаются с А, то оно лежит вот в таком промежутке. Но это одно и то же начинается с А или лежит на четвертом промежутке. Значит, это будет А плюс 1 на 10к. То есть если число начинается с цифры А, то для некоторых К, натурального, да, это число лежит между А и А плюс 1. Я не думаю, это на раздачу числа цифры, но на слабых К, на степень двойки там все известно. Есть два, четыре, восемь. И одно из них с двойки там, например, не начинается. Так. Понятно, что вот это условие, вот это неравенство. Это в точности запись того, что степень двойки начинается с А. Есть вопросы? Все понимают, что вот А на 10к это просто А и дальше двойки 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 двойки. Значит, здесь вот А плюс 1, ну как бы следующие, да, перешли на следующий шаг по А. Получилось уже число не в начинающихся. И меньшее тоже не в начинающихся с А, среди чисел с таким числом цифровых разрядов. Вот это не нравится, если для каких-то К, Н и такое В, то у нас число начинается с цифры А, правильно? Ну давайте мы теперь логарифмируем это дело. Итак, вы видите, кто знает, что такое логарифм? У нас много. Ну, логарифмировать это вот что такое. Это ответить на некоторые вопросы после того, что каждый раз написали, что вы отвечали на этот вопрос. 2 в какой степени равно 8? Третий. Поэтому вы только что ответили на вопрос. Чему равен логарифм по основанию 2 в 8? Значит, логарифм, это удобная вещь такая, она отвечает на вопрос. Значит, вопрос такой, в какой степени надо возвести данное число, чтобы получить другое данное число. Понятно? Ну вот во многих случаях можно обойтись без вот этого суперзаписи. Например, можно спросить, а в какое число надо возвести, там, не знаю, двойку, чтобы получить 81? Какой ответ? Четырежка. Ну что вы только что вычислили? Вычислили логарифм по основанию 3 от 81. Понятно, да? То есть это то, в какую степень надо возвести 3, чтобы получить 81? Но все, к сожалению, не так банально. Потому что вот вопрос, который беспокоит многих школьников, в какую степень надо возвести 2, чтобы получить 5? Вот, давайте мы возьмем с вами логарифм. Ответ на него очень сложный. Непонятно. Но тем не менее, такая степень есть. И для этой степени есть обозначение. Это логарифм по основанию 2 от 5. Понятно? Полезное обозначение. Это просто в какую степень надо возвести 2, чтобы получить 1? Вот давайте мы возьмем с вами логарифм. От всех этих числений. И что сделаем? Запишем все это. Не нравится? Вот в таком же странном виде. Значит, запишем так. 2. Значит, 10 в степени логарифм по основанию 10 на 2 в степени. А плюс 1 на 10 в степени к. Имей большую половину 10 в степени логарифм по основанию 10а на 10 в степени к. Понятно, что я ничего не поменял? Я просто написал, смотрите, что вместо числа B я написал 10 в степени логарифм по основанию 10а на 2. То есть я в какую степень возвел 10? Ровно в ту, после которой получается что? В B. Понятно, да? Значит, смотрите, что получилось. Получилось так, что вот эти неравенства исходные, то же самое, что неравенства вот с степенями десятками. Но вы знаете, что если одна степень десяток не превосходит другой степени десяток, значит и степени, как показатели степеней соотносятся. Да? Что если 10 в степени n меньше либо равно 10 в степени n, то n меньше либо равно n. То есть что в итоге получается? Получается такая спочва неравенства. Значит, логарифм по основанию 10 от а на 10 в степени n не превосходит логарифм по основанию 10 от а плюс 1 на 10 в степени n. Вы скажете, отчасти хорошо было понятно, а стало с каким-то логарифмом. Ну и, соответственно, не очень понятно даже стало. Но оказывается, что переход к логарифму улучшает эту задачу. Потому что смотрите, что произойдет. Значит, вот вопрос такой. Я знаю, в какую степень надо возвести 2, чтобы получить 8. И я знаю, в какую степень надо возвести 2, чтобы получить 4. Так? Тогда вопрос. В какую степень надо возвести 2, чтобы получить 4 умножить на 8? Сумма. 2 и 3. Правильно? Надо 2 возвести в какую степень? В 3 плюс 2. Правильно? Значит, если я знал ответ на логарифм для каждого из этих чисел по основанию 2, то я знаю ответ для их произведения. Надо что сделать? Просто ответ на предыдущие. Сложить. Знаете, к чему это приводит? Потому что вот здесь можно написать логарифм по основанию 10 от а плюс логарифм по основанию 10 от 10 в степени k. Это k раз 10 перемножим. Значит, получается k от логарифм по основанию 10 от 10. А что такое логарифм по основанию 10 от 10? Единица. Да единица. Ну в какую степень надо сделать? 10, чтобы осталось 10. Если в 0 возведёте, то будет единичка. А в 1 возведёшь, то будет 10. Получается плюс k. Теперь здесь тоже пользуюсь тем, что мы знаем, как логарифм себя ведётся в произведении. Да? Вот произведение переводит в сумму. Получается n, логарифм 10, по основанию 10 от 0. Меньше 2. Логарифм 10. А плюс 1. Плюс k. Итак, вот получилась такая цепочка неравенца. Что для того, чтобы степень двойки началась с числа а, нужно, чтобы нашлись числа k и n. Натуральность. Чтобы было выполнено вот эта цепочка неравенца. Давайте эту цепочку неравенцу ещё улучшим. Значит, а именно напишем так, что логарифм по основанию 10 от 0. Неравенца. Причём пишите. n раз взято, минус k. Больше ли поровно логарифм по основанию 10 от 0. И меньше ли поровность меньше, чем логарифм по основанию 10, от 0. А плюс 1. Смотрите, что здесь написано. Написано, что должны найтись такие числа n и k, что вот это выражение лежит в таком вот полуинтервале. От логарифма по основанию 10a до логарифма по основанию 10a плюс 1. Теперь можно забыть, что такое логарифм, это теперь никак не важно. Допустим, мы забыли, что такое логарифм, и просто осознаем, что вот эта задача о существовании двойки, начинающейся с цифры 2. Она согласен с какой задачей? Даны полуинтервальчик вот такой. Ну, у него смешные какие-то концы, но это полуинтервал обычный. И дано некое число. Оно записано страшно, это просто обычное число. Теперь смотрите, что делают с этим числом. Его умножают в натуральное число n и вычитают какое-то натуральное число k. Понятно, да? Это как все геометрически увидеть, что это такое, что такое делается с ним? То есть геометрически это выглядит в следующем образе. Что значит, что некое число, вот давайте это n раз, правильно? По числовой оси. Вот вы с шагом а вытопаете n раз по числовой оси. Понятно, да? Это и есть умноженное. А теперь что значит, что вы вычитаете какое-то натуральное число k? Это значит, что у вас где-то вот здесь нулевое положение, где-то здесь располагались какие-то отметки целые. Да? Вот их k, отметки k. И что значит, что вы смотрите nα-k? Это на что вы смотрите? На вот это длину. Правильно? Вот эта длина, это nα-k. Убуждается следующее, что степень двойки начнется с цифры a, если вы сможете подобрать k и n так, что это отличие будет лежать внутри этого интервалачика. Поняли? Глубо говоря, ситуация такова, что должны эти nα достаточно близко подойти k. Вот в чем пишут. Это должно оказаться достаточно маленькое отличие. Теперь, чтобы это стало совсем визуально понятно, что бы происходит, давайте мы больше не посмотрим. Нас интересует, значит, тем самым число nα с точностью до чего? До целых, правильно? Значит, мы можем изобразить эту задачу как задачу на окружность. Вот возьмем теперь эту прямую, которую мы нарисовали, и соединим ее, намотаем на окружность, единичную. Нулевое деление, потом раз, вот так получилась единичная окружность. И на этой окружности откладывается a. 2a, 3a и так далее. Понятно? А теперь знаете, что вас спрашивают? На этой же окружности можно отметить вот этот полуинтервальчик. Ну какой-то полуинтервальчик. От логарифма 10a до логарифма 10a-1. Вот такой интервальчик. Да? Значит, и что же нас спрашивают? Сейчас спрашивают, что я проверю. Вот откладываю альфа, откладываю, откладываю, откладываю. Правда ли это? Что когда альфа попадет вот сюда? Это то же самое. Значит, если теперь учесть число оборотов, то это будет ровно то и означать, что n альфа минус число оборотов попадает в этот интерваль. Поняли? Значит, получается так, что задача снялась следующая. Прыгает по окружности заяц с шагом альфа. И вопрос следующий. Попадет ли этот заяц своей лапкой, вот в которую вы чьете? Эту задачу мы с вами в прошлый раз обсуждали. Значит, смотрите, как бы. Была задача о том, что какое-то число выбором вот этих НК можно загнать за данный интервал, а переформулировалась задача, то есть с того, как мы прямую накрутили на ось, на окружность, да? Переформулировалось так, что прыгает заяц, и у него шаг альфа. Вот он прыгает, 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 прыгает. И вопрос, наступит ли он лапкой в этот кучеев или нет? Но мы помним в прошлый раз, что было в этой задаче важно, чтобы заяц не попадал куда-то. В свой след. Правильно? А что значит, что заяц не попадает в свой след? Это значит, что его шаг не является рациональным числом. У нас длина окружности единичка. И значит, он не должен попасть в свой след, сколько бы раз он не прыгал. То есть получается, что он не должен накрутить целое число кругов, когда... Вот он маленький, прыгает, 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 прыгает. И попал в ту же самую точку. Значит, начиная с этой точкой, он накрутил целое число кругов. Но число, что бы у нас здесь присутствовали, оно не является рациональным. Не является трогой. Почему оно не является трогой? Потому что представьте себе, что оно не является трогой. Значит, логарифм есть, и двойка помог в этой троге. И вспомнил, что же это за волшебное число. Это такое странное число, что если 10 развести в эту степень, то получится 2. Так? Ну, то есть получается, что 10 в степени V разделить на V это 2. Давайте разведем это в степень Q. Что получится? Будет 10 в этой степени равно 2. Но так не бывает. Ну, то есть бывает, в тех случаях, которые мы не рассматриваем. Когда там Q нули. А при нерулевых двойках так быть не может. Потому что в десятке есть еще кроме двойки что? Пятерка. Правильно, не может оказаться, что десятка в какой-то степени равна двойке. Потому что в пятерке некуда здесь нули. Если говорить строго, то вот это основная диаграмма и метики запрещает такому. Значит получается, что по окружности прыгает заяц. Шаг у него не соизмерим с длинной окружностью. Когда он скучает длина окружности с единичкой, шаг не является национальным числом. И тогда мы знаем, что этот заяц обязательно попадет в сколь угодно узенький учет. А значит обязательно будет ситуация, когда заяц окажется вот здесь. А значит действительно такое найдется число. Такая степень двойки, которая начинается с цифры А. Более того, мы знаем, что заяц в этот кучунек будет попадать много-много раз. Бесконечное число А. Поэтому таких степеней двоек бесконечно много. И то же самое касается не только тройки, но и чего? Не только семерки, но и тройки там, любой цифры А. То есть вот мы знаем, что есть степень двойки, начинающаяся из семерки, из тройки, из пятерки. Понятно? Значит, это немножко, если логарифм не озвали, то это, конечно, может быть немножко трудно. Давайте посмотрим задачу ту же самую, но и с другим антуажем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр!